Достопримечательность нашего города – это музей. Очень часто в этом музее проходят занятия для школьников любого возраста по их интересам. И не просто прийти на час, а, например, с утра до обеда или после обеда до вечера. Ателье проводят, как бы мастерская работает, изучают стиль художников. Ну, так вообще для общего развития это замечательно. Вот интересное здание. Вот там виднеется Иглиза Сан-Катрин. Вот туда мы сейчас и пойдём. Итак, вы можете увидеть отличия нашего городка. Как говорится, найди 10 отличий, да? Городка в солнечную погоду. Сегодня нет дождя, выдался за две недели первый солнечный день. И, да, благодаря, что Полиночка приехала в гости, она с собой солнышко привезла. Сама как солнышко. Вот наблюдаются и люди. По сравнению с репортажем Валентины и Кристины, многие зрители писали, что... Ой, город полупустой, не полупустой, пустой. Нет никаких... Да, вот туда потом пройдём. Сейчас мы направляемся, как саночки, в русский магазин. Да, да. Вот такой красивый магазин у неё. Здравствуйте! Мы к вам с экскурсией. Вот какие продукты у Оксаны. Не стесняйтесь, заходите, покупайте. Очень люблю вот этот творожок. Его рекламирует Полин. Видела по телевизору? И ряженка, и кефир, и сметанка, и колбаска есть докторская, с которой салатик оливье делаем. И майонез, и даже балуемся чёрной и красной икрой российского производства. А сколько посуды красивой! Угу, просто чудо! Вот хозяйка этого заведения, наша любимая Оксаночка. Магазин её расположен очень в хорошем месте, так как городочек туристический, очень много туристов бывает. Ну, в сезон, конечно. В сезон, в хорошую погоду, и её продукция пользуется большим спросом и хорошая репутация у магазина. Ну, потому что сама хозяйка очень очаровательная. Солнышко! Народу очень много. Посмотрите, мы с вами на той же самой площади городской центральной. И сколько много народа. Даже фонтана не видно. Вот проходим через эту арку. Так. Полина, я тут. Ну, вглубь мы не пойдём. Вот фонтан. Слушай, а что она раньше здесь сделает? Ну, вот мы сделаем такой небольшой тур. И летом здесь, видишь, места, размечены все места. И также в соответствии с этими номерами, летом ставят столики. Вот здесь с этой стороны площадка эстрадная, музыка живая. Здесь столики. Люди заказывают аперитик. Здесь же и кухня живая. Тут же при тебе сосиски, заски делают, готовят. И танцы едят люди, кушают. И всё до двух часов. До двух часов. Вот плавненько мы с площади, с фонтаном перешли на площадь Иглизы Сан-Катрин. И смотрите, как тоже многолюдно. Торговые ряды, всё заставлено. Ой, пардон. Изкази-мо. Вот так. Такая красота. Я люблю свой город. Мне нравится. Здесь фирмы продают свою продукцию нашего местного культивирования. Здесь наш регион, он славен фоаду-канах. Различные мясные, птичьи блюда. Ну, заходим. Ага, сейчас хорошо. Сейчас я... Заходим мы в Иглизу Сан-Катрин. И продолжаем. Посмотрите, какая красота. Арган. Полиночка. Месье. Вот такая красота. Очень жаль, что не передаёт фотоаппарат. Съёмка цвета мозаики. Такая мозаика красивая, замечательная. Очень жаль. И так красиво. Вы можете себе представить это. Какая красота. Здесь проходят очень часто концерты. Да-да, не удивляйтесь. Ну, конечно, не эстрадные. Но, например, приезжал сюда хор из России. Хор имени Александрова. И военные песни пели. Просто замечательно. Они были. И зал был здесь очень-очень полный. Билеты дорогие были. По 40 евро. Смотрите, какая изумительная курочка. Вот, прелесть какая. На стенах граффити. А какая интересная кирпичная стена. Практически в 3D. Сыры. Гордость Франции. Давайте покажу вам цены. Перепелочки. Кролик. 15,90. Ну, не знаю, за килограмм или как. Уточки. Фермерские, не магазинные. Красота. Невообразим. Какая солнечная погода. Просто чудо. Смотрите, витринка. Я повторюсь. Что и Валентина снимала. Но это просто невозможно мимо такой красоты пройти. Тем более в солнечную погоду. Посмотрите-ка. Ой, какое чудо. Нижнятина. Ляпота. Вот выходим. А вот смотри, какие балконы красивые. Да. Просто чудо. Так. Так. Ну, сейчас, видишь, воду отключили. Понятно. Хотя в дождливую погоду была вода. Фонтан прям работал. Бил ключом. И здесь ходить можно, и там ходить. И здесь. Итак, теперь с другой стороны снимаем. Здесь наша местная газета. Сюд-Уэст. Журналисты очень замечательные. Такие люди, да и вообще персонал. Почему я знаю? Потому что многие дети со школы, где я работаю, во многих школах я уже работала в этом городке, ищут стаж, практику. И вот работники этой газеты очень-очень всегда довольны. Открытые такие люди всегда принимают детей. То есть не говорят о том, что, ой, у нас своя тут журналистская работа, нам некогда, еще дети тут под ногами будут. Нет, всегда рады обучить, научить, показать секреты своей работы. А вдруг кто-нибудь и захочет быть журналистом? Ну, подготавливаю себе смену. Вот мода мужская. Малянтика молодежная. Так, транспорт, едет машина. Ну, машины здесь едут, потому что сегодня базар. А так запрещено, конечно, здесь ходить. Вот, посмотрите, пожалуйста. Уже кто-то утро начинает вот так. Это наш местный театр. Очень часто мы сюда ходим на постановки с детьми. Мой сын занимался тоже здесь в кружке, в этом театре. Очень ему помогло поначалу, когда мы приехали во Францию, очень помогло ему театральные занятия во владении французским языком. Не комплексовать, не бояться. Смотри, без языка, без языка. Ну, сначала ему роли давали, знаешь, такие вот, без слов. Пойди, принеси, подай и так далее. Слуга какой-нибудь. А потом вот так реплики потихоньку, потихоньку. Только ночью она с местной звездой была. У меня ролики сохранились с него, как он скетчи рассказывал. Зал грохотал. Прям, ты знаешь, замечательно. И сначала руководитель театра, когда представлял каждого потом участника, он говорил, а вот это вы, наверное, заметили, лепетий акцент слава, маленький славянский акцент. Это у нас иностранец Дмитрий. Вот, а потом-то уже перестал он его так представлять, с маленьким акцентом славянским, потому что уже было не отличить. Дим, конечно, хорошо говорит по-французски. Тот, кто не знает его, ну, когда начинает первый раз с ним общаться, ещё не знает, что он русский, то потом очень сильно удивляется. А, бом! Телетранжи? Но он говорит, нет, я русский-француз. Вот, а некоторые не понимают вот этого словосочетания русский-француз и говорят, а как это? А вот так это. Ты по происхождению-порождению корни твои русский, но с французским гражданством, вот и всё. Всё очень просто. Здесь у нас бывает каток, заливается. А здесь, на этой площади, совсем недавно, были карусели, где мы с Валентиной пританцовывали, когда у нас была прогулка. С Кристиной, с Валюшей. Вот, а теперь, пожалуйста, всё изменилось. Ну, по-прежнему эстрадная площадка залита. Вот какая половодная река, течение какое большое. Ну, зима. Когда проходят здесь концерты, мы всегда находимся вот на той стороне. И видим всё действие со спины, конечно. Но зато там народу меньше. А когда вот праздники музыкальные, здесь всё-всё заполнено народом. И лебеди. Ой, красота! Верные два друга. И вот наш третий мост. В городе Три моста. Это здания у нас юридические. Вот здесь находится местный суд. Трибунал называется во Франции. Резидент Сальбул, л'отель де Вилле. Вот такие интересные здания. Ну, мы направляемся к среднему мосту нашего города. Посередине. И оттуда ещё снимем. Вот идём по улочкам. Улочки более спокойные. Ну, конечно. При такой погоде, субботы, все сейчас находятся на рынке. Потому что рынок является местом общения людей. Даже если ты ничего и не купишь. Старушки, старички, друзья приходят, встречаются там. И, кстати, что интересно, вот не попались нам, или я была невнимательна, не сняла, многие старички приезжают на велосипедах. Очень они любят вот такое общение. На великах кучкуется. И общаются. Прогуливаемся по тем же самым местам. Моя мама очень любит наш городок. И Полина тоже. И Полина полюбила. И Полина полюбила. Спасибо. И когда бы мама не приезжала, ну, несколько раз она уже у нас была. Много раз. Она всегда просит у меня прогулку по городу. Пешую. Так, конечно, мы на машине ездим. Но вот пешую прогулку, она меня тоже просит. Ну что, будем заходить в церковь? За этим посмотрим, что там. Вот. Парула за сам же за. Шапелли нотру дам. Дюйзу длипо. Вильню все год. Конечно, более камерная. Более такая... Камерная, маленькая. Очень хорошо здесь уединиться, помолиться, подумать о своем. И так, третий мост. Там вообще на все равно вода. Да. Смотри, какие здесь дома нависшие над рекой. Да. Посмотрите-ка, в дверь вода заливается. Ой, как река поднялась-то. Полина готовится к фотографии. Вот на том третьем мосту. Это дорожка к нам. Там, где мы живем. Наверное, будет плохой кадр. У меня очень качественная съемка, потому что на солнышко снимаю. Получится, что-то лучше. Да, надо попробовать. Ой, как бушует. Ой-ой-ой-ой-ой, какое течение. Какая красота. Вседая древность. Колодец. Видите? Просто дух захватывает. И так мы сделали небольшой тур по городу. И сейчас мы заходим в Ла Алле. Это тоже базар. Зимой здесь очень часто бывает. Каток организовывается для детей. У меня много фотографий с моим учеником, с классом, когда мы здесь ходили. Тоже местная продукция. Посмотрите, ребят. Очень регион богат на свою продукцию. Например, Марсель. Он богат своими супами рыбными. Ну, по-нашему ухой. Наш регион, он очень богат на фуагру. Утиной печени. На продукцию спиртную сливы. Потому что у нас есть местный заводик недалеко. Косной. Мы, может быть, туда когда-то и съездим. Я вам покажу. Вот. У нас есть заводик кукурузы Бундюэль. Посмотрите. Видите, как там вот? Там вот река. Все прозрачно. Вот такая вот красота. Вот, пожалуйста, еще один небольшой базарчик. Но только крытый. Видите, люди отдыхают. Кто-то здесь, внутри. Кто-то на террасе. Получает удовольствие подсолнечными лучами. Наконец-то за две недели. Вот они, танцузы наши, уважаемые. Вот какая красота. Полина позирует. Смотрите-то, какая красота. Первые одуванчики. Маргаритки малюсенькие. Ой, какое чудо. Ну и вот наши же четыре дерева привидения. Четыре дерева привидения. Вот так вот их называют. Учительница приводит детей. Здесь рассаживаются они. Она задает им тему. Ну и вот пишет небольшие наброски, сочинения. Ну, представляю вам обзор покупочек, которые мы совершили с Полиной в русском магазине у нашей Оксаночки. Вот такая продукция. За все я заплатила. 32 евро ровно. Капуста соленая. Можно и так ее кушать. Добавляю грибочки, лучок. Репчатый и с маслицем. Или борщ. Когда варю, половина свежей капусты, половина этого ведерка. Творожок вот такой очень люблю. Очень нравится. С черничкой, с черничным вареньем. С жимом. Колбаса докторская. Вот цена ее. Кефир, ряженка. Гречка. Майонез. И творог двух видов. Творог и творог.